Так выглядит Деккер. И вот мы продолжаем идти к Лейк Энн. Комарьё не злодействует. Еще пару часиков и здесь начнется вампирский пир. Вот выходим на вершинку, которая начинается с перевала на Лейк Энн. Трогаем прошлогодний снег опять. Пойти с этой экспозиции при хорошем наезде можно увидеть как дымят фумаролы на бейкере. Посмотрим, если нам получится сфотографировать с максимальным наездом. А тут видим Тейбл Монтан во всей своей красе. Долины, по которым мы шли. Ты как? Ничего. Это вот заключительный подъем уже. Все, уже дошли. Молодцы. Ой. Мы сегодня молодцы. Вот мы с тобой за два часа поднялись от стоянки. Ага. Шуксан, конечно, красавец отсюда смотрится. Вообще. Это обалденно. Вид стены Шуксаны. Отсюда, в принципе, можно прогуляться, я думаю, до ледника. Мухаташ живёт здесь со страшной силой нас, поэтому мы аж проголодались. Столько потери крови были. Да. Надо срочно их восполнить. Вот так вот она открывается, эта штука. Это меню. Beef shredded in barbecue sauce. Да. Вот это сейчас мы будем кушать. Это еда американских солдат. Да. Этот пакет может использоваться, чтобы носить воду в нём. В нём же убирается весь мусор. Юрик, я есть хочу. Корми жену, а? Голодная женщина. Да, корми меня, пока я тебя не съела. Возреваем гретельный мешок. Два блюда укладываются в мешок для разогревалки. Поплевать надо от газа. Потому что без воды он не греет. Работает на слюнях. Всё это хозяйство. Опять запихиваем в этот мешок. У нас есть вот такой вот хитрый предмет, из которого надо как-то из мочевого пузыря выдавливать. Написано «do not overfill». Можете послушать там она. Шипит. Всё, ставим. Да. Процесс пошёл. Ну, пока. Юра тортилла со спредом. Тортилла со спредом. Вот. И вытаскиваем их. Та-дам. Их тут несколько. Две, наверное. Да. Это упал. Это «do not eat». «do not eat» упал. Неседобный этаж. Вот такие вот две лавашины. О, прелесть. Тир-корнер, говорят. От «тир-корнер», говорят. Так что, чтобы… Вот я его, чтобы быть аккуратней. Я его нажал, раскрыл. Вот. Теперь беру тортиллу. Делаем. Со спредом часовым. Да. Или побольше. Побольше, да? В роте много было. Да. Ничего, как? Съедобно? Вкусно. Вкусно. Но… Очень остро. Очень остро. Для меня остро. Я не любитель острого. Так выглядит запивание водичкой. Но уже жизнь прекраснее. Налаживает, да? Налаживает, да? Делаем напиток. Угу. Вот, судя по дирекшенам, нужно набрать 12 омсов воды. Беверич босе павдер оранге. Угу. Натураль эн артифicesяль флавор. Витадр натурал натураль, вот флавор написан здесь. Ууууууууууууу. все приобрело артифишельный оранжевый цвет закрывает я не хочу выдавливать просто надо это горячий напиток делать тебе можно помешать туда-сюда туда просто у нас юпи готова вот пар идет смотрите как она греется еда класс да блюдо прям горячие юрик уже помыл только что руки ему поливала водой так что да я даже с грязными могу покушать black black beans и открывать американские пакеты нужно продольно превращается некое подобие чашки пилотка какая прелесть а как пахнет она очень сильная ложка она даже не гнется и довольно таки такая толстая мы тебе поверим пластиковая ложка а это что у нас это у нас вторая пилот это пиф у нас забив вот там куски иван говядины мы короче снимать как мы есть не будем вот туда давайте где этот соус барбекюшный вот барбекюшный соус и вот уже надо сюда открываем чоколочанк открой покажи одна одна большая жирная шоколад потек уже от жары надо было в прохладе держать вот закончили печеньку все закончили все закончили но тут я уже взяла одну жвачку вот это одна юльку с одной стороны видно вот эта красота это гора шуксан с ледником с другой стороны напротив это маунт бейкер идешь а под ногами в такой ковер аж наступать страшно чтобы не раздавить такую красоту покажем ушком недельку снега здесь нет все прогрелось и права погрелось а родники уже подсохли уже к озеру первый воздух вкусного обеда такой свежий воздух короче хлеба и зрелищ озеро на медь ледниковую природу шли не кота двигался вон в ту сторону вниз он двигался вдоль вот этой части и если обратить внимание на вот эти камни вот там есть они видны они очень сглажены характерное сглаживание камней она говорит о том что вот она если обратите внимание вот она гладенькая это бараньи лбы если ледник ехал по ним и полировал их шифлевовал их вот и вот это гранитная дайка пупырь он не давал леднику просто-напросто все протолкнуть поэтому он вынужден был его отекать через верх и уходить дальше в долину тем самым здесь образовалась впадина который собственно и организовала это ледниковое озеро последствия там вдали виден местный туристический арт до балансировочные камушки и тут новая мода сейчас у туристов делаем прогулку вокруг озера морю тропинку который уходит на шаксан классная тропа очень по мир напоминает крутая петля и среди скал там она вот эта тропа эта тропа на шаксан и по ней немножко пройдем показать и потом уйдем сегодня в бинокль видно было двух мужиков по леднику ходить спускающихся шаксана тропа и тропа уходит там вон между деревьями и скалами есть такая расщелина и по ней идет подъем вверх и вот она развилка искателям истинных приключений направо а тем кто матрасники налево вот матрасники и пошли домой и мы в том числе вот опять выходим к озеру сейчас 15 3 15 будем там может быть заключительный подъем перед выходом на паркинг а 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 Субтитры сделал DimaTorzok